Привет-привет! Давно не снимала влог. Нахожусь сейчас на кухне, буду сейчас готовить обед. Но перед тем, как готовить обед, я все давно хотела вам показать, но всегда забывала. Сейчас вам кое-что покажу. Вот смотрите, у нас такие вот помидоры растут. Вот они уже такие большие. Этот уже помидор пытается краснеть. Эти помидоры чисто случайно выросли у нас на балконе. Помните, давно-давно я снимала видео, когда мы покупали цветы в магазине. Видимо, по ошибке туда попало семя помидора и вырос у нас на балконе вот такой помидор. Саша его пересадил в горшок и вот скоро будут свои помидоры. Я думаю, что успеет. Вот еще помидор какой большой. Вот эти прям аж здоровые. У меня сегодня глажки столько много. Буду сейчас скоро гладить. Сначала обед приготовлю. Сашенька, скажи привет. Привет! Рос он у нас вон там, где сейчас ничего нет. Вон там у нас вырос помидорчик, да, Сашенька? Ну, так вот. С цветами в подарок получайте помидор. Так что вон там вон в горшке у нас хризантемы растут. А кто? Хризантемы здесь были. Теперь большие. Не знаю, заносить их на зиму, не заносить или пускай же пропадают. Ну, уже, короче, все цветы уже цвели. Сейчас пойду. Надо мне закинуть стирку. И потом буду готовить обед. Сам обед я, конечно, покажу уже на другом моем канале. Как и что я буду готовить, если кому-то интересно. Посмотрите. Может, какие-то советы кто-то даст. Может быть, свои какие-то рецепты напишет. Ну, в общем, пойду закину стирку и буду готовить обед. Сейчас пойдем кушать мы. Если кто-то хочет посмотреть этот рецепт моего обеда, то можете перейти на мой другой канал, где я буду с вами готовить ваши рецепты, мои рецепты. Будем делиться, меняться. А мы сейчас пойдем кушать. Так что все, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита и увидимся. Детки, скажите, всем привет. Привет. Всем привет. Всем привет. Меня в канале Мистер Мак. Ну, конечно. Сегодня я хот-вилс. Да? Кушать давай хот-вилс. Димашка, так вкусно? Да, и холодно. Нравится? Угу. Молодец. Так, ну все, я всех покормила. Теперь решила ответить я на несколько вопросов. Сейчас включу телефон, найду вопросы и хочу немножко поотвечать. Оля, привет. Везет вам. Две недели каникул. У нас одна. Так, ну у нас, наверное, разные земли. И у нас две недели каникул, потому что дети у нас на две недели на каникулах, осенние каникулы. И так как я учусь в школе, являюсь как школьником, у нас тоже две недели каникул. Вот это уже осенние каникулы. Получается, мы 8 августа пошли в школу. Ну, мы пошли, конечно, еще раньше, в июле. А детки у нас пошли 8 августа в школу, и сейчас у них осенние каникулы две недели. Я думаю, что у вас тоже, по идее, должны быть две недели. Может, это не осенние каникулы. Но не знаю. Вот у нас две недели. Хотела спросить у тебя, может, ответишь в видео насчет жилья. Так, вы снимаете жилье, вы в норму вложились или доплачиваете? Так, вообще у нас наша норма, это 95 квадратов. Но мы снимаем 120 квадратов. Мы ничего не доплачиваем. Так, как мы в прошлой квартире, у нас было там 105 квадратов. Но фермиторы написали так, что 95 квадратов у нас. Но мы там почему не могли жить? Многие, кто смотрит меня давно, видели, что у нас на кухне очень большая плесень там была. И мы сколько просили раз фермиторов её убрать, они её не убирали. У нас дети постоянно болели, постоянно простывали. Это не из-за того, конечно, что там плесень, но она тоже как хорошего не несёт. Ребёнок также дышит этой плесенью и всё подряд. И дверь у нас там была, можно таки сказать, такая постоянно, как будто бы её кто-то дёргал от ветра. Мы просили её утеплить, нам сказали, что её нельзя утеплить. Этой двери более 100 лет, поэтому её нельзя утеплять. И квартира там была такая холодная, мы там постоянно включали отопление. У нас, не знаю, с самого сентября, наверное, или с конца августа отопление. И не знаю, почти до середины лета у нас было отопление. Там включена очень холодная квартира. Но мы потом, когда нашли эту квартиру, мы сделали фотографии от того, что у нас плесень. Мы поехали в джоп-центр. В джоп-центре сказали, что можно нам такую квартиру или нет. Они сказали, что вы не укладываетесь в эту квартиру по квадратуре. По деньгам мы полностью укладываемся в эту квартиру. Она подходит к нам. Сколько нам положено, она подходит. Но по квадратуре мы не укладываемся. Нам сказали так. Либо вы можете сразу её снять и будете 120 евро доплачивать сами. Либо же мы соберём консилиум. Предоставьте фотографии этой плесени. Мы подумаем, дать вам эту квартиру или не дать. Они спросили ближайшие, есть что-то ещё какие-то квартиры. Но квартиры только были двухкомнатные и всё. И больше никаких квартир в нашей деревне не было. И то, по-моему, одна двухкомнатная была. Остальные были квартиры также четырёхкомнатные, но они уже по 150-160 квадратов. Через три дня нам джоп-центр ответил, что да, доплачивать не надо. Они сами перенимут. Так как не по квадратуре, а именно по деньгам мы укладываемся. По квадратуре, конечно, нет. Но если по квадратуре ты не укладываешься, они, конечно, могут тебе сказать, что нет. Но нам сказали, что мы можем. Так, сейчас прочитаю, где... Короче, наша ситуация такая. Когда мы сюда приехали, мы снимали четырёхкомнатную квартиру. У нас на то время дочь ещё жила с нами. Сейчас она переехала, так как с мужем, получается, переехала. Квартира наша стоит 475 плюс 130. Это кальт-мита. Не поняла. 475 плюс 130. Наверное, 475 кальт-мита. За свет, воду и за газ мы платим сами. Потому что дорогая квартира. Мы сами оплачиваем 165 евро. Это свет, вода и газ. Пособие получаем 703 плюс 190 киндергельт. Получается, что на сына не доплачивают. И, в общем, получаем мы... Получается, мы доплачиваем 150 евро. Так, как у вас? Так, немножко я не поняла. 475 это квартира ваша. Плюс 130 кальт-мита. Получается, 475 это квартира. Чуть-чуть не поняла. Ну ладно, расскажу, как у нас. Так, мы получаем киндергельт на троих детей. Дальше, вообще, если так, чтобы вам было понятно, вы разобрались. У вас должен быть такой лист, несколько листов от жоп-центра. Там, где написано, сколько кому положено, на каждого ребёнка. Такого не может быть, чтобы вам на ребёнка не давали. Если у вас жило четверо, вам давали за четверых. Теперь у вас живёт трое, значит, вам платят на троих. Если у вас была четырёхкомнатная квартира, и сейчас у вас стало три человека, то вам, по идее, положено трёхкомнатную. Это вам надо либо переезжать, либо доплачивать самим. Это да. Если у нас там кто-то из детей вырастет, женится, мы вдруг не переедем никуда, то нам надо будет либо самим доплачивать, либо искать другую квартиру. Надеюсь, к тому времени мы не будем жить на социале. И уже всё, все наши желания сбудутся. Вообще, как у нас? Мы получаем на детей киндергельд. Мы получаем за нас 300, по 360, по-моему. По 360 на меня, 360 на Сашу. А на детей, я не знаю, как там на детей распределяется. Но не 360, у них намного меньше, они же считывают. Наша квартира получается 500, 540, 540 это у нас кальтмита идёт. И 120 у нас идёт, это получается вода, потом мюли. Канализация и всё, по-моему. Ну, налог вот этот земельный туда тоже входит. И 120 мы платим за хайцунги. А вот за свет, интернет, это мы уже платим с тех, вот как нам дали на прожиточный минимум. Мы платим. Просто как мы сделали? Мы сделали так. Сначала, когда мы жили на другой квартире, нам перечислял жоп-центр полную нашу сумму, которую мы должны были потом прийти получить в банке. Потом переводили фермитором. И когда начались проблемы того, что мы там немножко пережгли отопление, фермиторы начали писать письма нам, потому что мы им переводим. В этот раз мы сделали совсем всё по-другому. Мы поехали, написали, вы можете в любой момент написать в жоп-центр письмо о том, что вы хотели бы, чтобы за вашу квартиру платил только жоп-центр. Им сразу, сразу же фермитору. Вот мы это написали, и деньги, которые положены за квартиру, нам не переводятся. Они переводятся сразу же фермитором. А остальные деньги, которые положены нам, переводятся только нам. Поэтому, вот если у вас получается 703 идёт на одного, вам должны, по идее, доплачивать всё-то на ребёнка. Вот это я не знаю. А, нет, всё правильно, всё правильно, всё правильно. Нет, подождите. Сейчас я возьму бумаги, я посмотрю, и мы с вами полностью разберёмся. То немножко я не могу понять, сколько, кто. Так, я уже перешла на Сашин телефон, может быть, не так хорошо действительно, но на моей камере закончилась память. Так как сегодня я снимала для вас мой обед. Так, ну я взяла сейчас, а то я сама запуталась, говорила-говорила, не поняла, что сама сказала. Так, давайте с вами теперь разберёмся. Вот я взяла наши листы. Так, на каждого человека положено 364 евро. Получается, на вас 364 евро, на мужа 364 евро. Так как у нас Клим самый старший, на него положено 270 евро, на Ермака положено 237 евро, и на Изабель также 237 евро. Но так как у вас осталось 3 человека, то вам положено 364, 364, 270. Я думаю, это понятно. Вот, это на прожиточный минимум. Дальше. Дальше. Другие деньги. Это получается хартинги, отопление. На каждого человека положено 156 евро. но это видите по квадратуре у нас получается 120 квадратов сколько у вас квадрат получается 120 квадратов на 15 человек по 24 евро не могу этот разобраться я знаю что на каждого из нас по 156 евро дальше дальше здесь считается также недорогие на каждого ребенка сейчас по 190 евро и на третьего ребенка как у нас 196 вот потом это все плюсуется получается так 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 все вместе все вместе на 520 евро на меня 520 евро на климат 426 евро на ермака 393 евро на изобель 393 потом так как дети получают киндергель киндергель высчитывает получается у нас саша остается по 520 евро а у детей остается у клима 236 евро у ермака 203 евро и у изобель 197 евро и в итоге получается что общая сумма которую мы должны получить на пятерых человек это тысяча шестьсот семьдесят восемьдесят 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 уходят нашим фирмиттером они сами нам остается этой сумме восемьсот девяносто шесть евро вот ну и отдельно конечно у нас потом приходит наши вот не знаю как она у вас вам надо поднимать ваши центра либо же фотографируют не пришли в одноклассники я попробую разобраться не разобраться я посмотрю и потом тебе написать и как правильно неправильно вы считали или вам надо пойти из этих денег которые вот у нас восемьсот девяносто шесть евро которые мы получаем этих денег мы платим отопление отопление это получается 120 евро это у нас интернет идет 45 евро это у нас идет 16 50 за картину мы платим ну и также потом у нас идет на налог на машину на страховку на семейную страховку у нас есть именно страховка мы каждый месяц оплачиваем 10 евро за эту страховку если вдруг кто-то где-то что-то сломает или разобьет или еще что-то в этом роде оплачиваем еще помимо этого мы хотим сделать страховку еще одну на машину это адс вот не знаю сколько не сколько надо будет месяц это если вдруг ваша машина не так что приедут просто там на месте отремонтирует или же до первого надо первые строчки довезут мне охота чтобы машина догнать туда куда мы поэтому это конечно по моему она называется страховка надо будет узнать сколько это все стоит так что не знаю вот передумаем помогла я своим ответом не помогла то что вы ее оплачиваете конечно тогда лучше вам квартиру другую даже если у нас квартира такая большая что у нас область она зла и забыть но если семьи не хватает то я думаю лучше квартиру брать поменьше если бы нам сказали чтобы мы доплачивали не знаю на тот момент я бы отказалась потому что уборки уборки очень много это пока квартиру уберешь это сколько времени пройдет не остается если на детей и на готовку тоже если на видео уже времени не остается вот так что не знаю думаю ответила если немножко непонятно может быть кто-то свои комментарии напишет кто лучше в этом разбирается лучше меня знает как и что должно быть я 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